К нам едет повелитель Мус. Жительница Зодиак Вэй! У меня прекрасная новость для всех, кто любит музыку! Гениальный повелитель Мус едет к нам, чтобы найти талантливую исполнительницу для своей рок-группы. Мы устроим конкурс, и если вы любите повелителя Мус и хорошую музыку, регистрируйтесь для участия! Там, там и там! Неужто без меня не сообразишь, как нужно прибраться? Ну что ты, в такой день только сидрой пить, а я прибираюсь. Прекрасные дамы, не упустите шанс всей своей жизни! Эпсилон, что на этот раз он придумал? Участвуйте в конкурсе, не упустите шанс встретиться с живой легендой! Гениальный повелитель Мус едет к нам, чтобы найти талантливую исполнительницу для своей рок-группы? Что? Повелитель Мус? Это что ещё за клоун? А ну-ка, повтори! День, да что ты бесишься из-за какого-то клоуна? Странник. До того, как приехать в Зодиак Вэй, я мечтала стать исполнительницей, но, увы, ничего не вышло. А сейчас повелитель Мус даёт мне второй шанс. Неужели? Наконец-то! Я уже не надеялась вытащить его из-под кровати. Сто лет не играла на барабане. А ну-ка попробуем. Получается. Превосходно! Это ещё что? Капкан, что ты делаешь? Тебе не говорили, что надо сначала стучаться? Я услышал громкий стук и решил, что это ты зовёшь меня на помощь. Что это? Я просто репетирую. Ничего интересного, понятно? Не знал, что ты играешь на барабане. Я бросила играть, когда решила стать полицейским. Но когда я узнала, что к нам едет повелитель Мус и что он ищет талантливую исполнительницу, мне снова захотелось побарабанить. Пошли, капкан, пора в патруль. Что скажешь, обезьяна? По-моему, очень неплохо. Обезьяна, ты слушаешь? Да ну тебя! Пожалуйста, садитесь, я принесу меню. Я бы выпил яблочного сока. Точно! Тень, ты бы не могла потише. Я вас не слышу, повторите, пожалуйста. Я говорю, хватит мучить наши уши. Как ты смеешь так говорить? Я исполнительница. Не нравится моя игра, убирайтесь. Глупые барсуки. Зачем ты клиентов выгнала? Мне плевать. Мне нужно репетировать. Я хочу поразить великого повелителя Мус. Попался. Кто здесь? Трусливый петух. Ласка, ты не знала, что мы птицы очень чувствительны к звукам? Правда? А ты не знал, что рубить деревья без разрешения незаконно? Но, Ласка, оно мне нужно для моего шедевра. Ты уж закрой глаза ради меня, я все же единственный художник в нашем городе. Ладно. Ты, наверное, еще и в музыке хорошо разбираешься. Если ты скажешь, что я хорошо играю, я тебя отпущу. Договорились? Ладно, я внимательно слушаю. Что ж, тогда я начну. Хватит! Это ужасно! Прямо пытка какая-то средневековая. Это невыносимо! Я смотрю, ты уже встал. Отлично. Иди подмети палы. Что? У повелителя Мус разболелся живот, и он не приедет? Что же мне теперь делать? Может быть, мне отменить конкурс? Ласка? Нет. Она же меня убьет. Эпсилон, как тебе моя игра? Нравится? Неплохо, неплохо. Эпсилон, ты бы представил меня повелителю Мус напрямую. Все равно со мной никто не сравнится. Слушай, Ласка, предположим, только предположим, что он по какой-то причине не приедет. В этом случае мы ведь отменим конкурс. Правда? Отменим конкурс? С ума сошел? Ведь приедет сам повелитель. Да, я лишь предположил. Ты репетируй. А я пошел. Пока. Прошу минутку внимания. Дамы и господа, мы приветствуем вас на музыкальном конкурсе. Встречайте наших талантливых участниц. Ласку и неподражаемую тень. Привет всем. Мы рады, что вы решили прийти. Нет, меня заставили. Я бы лучше домой пошел. Брата, ты успокойся, не нервничай. Мерзкая обезьяна. А где повелитель Мус? Да, почему его не видно? Повелитель Мус приехал. Он будет наблюдать за вами с тайного места. Итак, дорогие Ласка, тень, покажите нам все, что вы умеете. Первой будет Ласка со своим барабаном. Почему земля дрожит? Землетрясение? Ласка что-то увлеклась своим барабаном. Фу, слава богу, это все. Круто. Первое выступление я вынес. Отлично. Теперь тень сыграет нам на китайской флейте. Суони. Сейчас мой мозг окончательно погибнет. Уж лучше бы она кусалась. Ты супер, тень! Ты крутая! Ну все, достаточно тень. Кто посмел прервать мое выступление? Дамы и господа, это я, Повелитель Мус. Повелитель? Рок-звезда. Повелитель Мус, я так ждала тебя. Ласка и тень, вы обе выступили просто прекрасно. Мне очень-очень понравилась ваша игра. Слушай, приятель, у него очень знакомый голос. Мне будет сложно принять решение, но я постараюсь. Кто победил? Победитель! Так, мне нужно подумать. Что же выбрать, барабан или сиона? Это не просто. Знакомый хвост. Да и голос я где-то слышала. Может быть, этого не может быть. Неужели это он? Я должен хорошенько подумать, прежде чем принять решение. Что ты тут делаешь, Эпсилон? Эпсилон. А где Повелитель Мус? Повелитель? Он не смог приехать, потому что заболел. Я подумал, что смогу притвориться им. Как ты посмел так играть нашими чувствами? Ты заплатишь за это! Стоять! Замри! У вас что-то случилось? Из-за тебя нам пришлось терпеть эту пытку, Эпсилон. О, да! Послушайте, ну мы ведь можем обойтись без насилия, да? Я все же ваш мэр. Пожалуйста! Нет! Детектив Эту лупу мне подарил мэр Эпсилон. Точно такая же была у легендарного детектива Шерлока Холмса. У кого-то что-то случится. Ничего не случится. Ну вот, так всегда. Ужасно. Ласка, ты чего такая кислая? Мне так скучно, что хоть на стенку лезь. Я тебя понимаю, дорогуша. У меня есть для тебя кое-что. Тебя это подбодрит. Да? И что это? Посмотри. Это лупа! Точно! Шерлок Холмс без нее из дома не выходил. Здорово! Здорово! Спасибо тебе, Эпсилон. Я пошла работать. Преступления ждут меня. Все же лупа, это так здорово! С ней работать гораздо проще и интереснее. Решено. С этих пор я буду называть себя Ласка Холмс. Прикольно. Но почему же никто не сообщает о преступлениях? Помогите, помогите! Преступление века! Что случилось? Спокойно. Ласка поможет тебе, не волнуйся. Я рядом. О нет, плохо дело, очень плохо. Помогите, помогите! Я иду. Помощь уже рядом. Я здесь. О нет! Стоять. Шалун, что происходит? Ласка, ты должна мне помочь. У меня вся еда пропала. Ласка, ты находишься на месте ужасного преступления. Вчера я оставил здесь мою радужную конфетку. Знаешь, что такое радужная конфетка? Самая вкусная конфетка в мире. Ты уж мне поверь. Я оставил ее здесь, а теперь ее нет. Кто посмел ее украсть? А это что? Что, что? Есть! Я нашла первую улику. Ты поможешь мне найти мою конфетку? Конечно. Вор не мог далеко уйти. Мы его выследим. Подожди! Чудище! Чудище! Спасайся, кто может! О, это улитка. Привет, улитка. Я офицер Ласка из города Зодиаквей. Вы подозреваетесь в очень серьезном преступлении. Проследуйте за мной в участок. Я... Вы знаете, кто похитил упаковку конфеток? Я... Что? Громче, пожалуйста. Нет. Вы не хотите нам помогать? Я арестую вас, если вы мне все не расскажете. Знаю. Я вас почти не слышу. Он говорит, что ничего не знает. А быстрее сказать не могли? Тратит наше время. Так. Страшно. Мы найдем похитителей твоей конфетки. Если бы он чуть быстрее шевелил своим языком, мы бы уже поймали наглого вора. Не бойся, Шалун. Я чувствую, мы его скоро поймаем. Ласка! Наглый воришка! Это он! Прячется за тем камнем! Грязный вор, на этот раз ты не уйдешь! Отдавай мою конфетку! Попался? Куда он делся? Не знаю. Где же он? Тут никого нет. Как странно. Вы меня ищите? Это же просто червяк! Привет, червяк! Я офицер Ласка из города Зодиаквей. Я задам вам пару вопросов касательно недавнего ограбления. Пожалуйста, взгляните на это. Вы не знаете, кто украл эти конфеты? Отвечайте! Хватит меня задерживать, или я вас арестую! Я не знаю! Не знаете? Могли бы и раньше сказать! Пошли! Погоди, Ласка! Нам не сюда и не сюда. Значит, нам сюда. Что ж, на этот раз тебе не уйти! Шалу, иди за мной! Я потеряла след. Но воришка должен быть где-то рядом. Где? Где же он? О нет, тут никого нет. Никого. Ласка! Бабочка! Это она воришка? Стой! Привет, бабочка! Я старший офицер Ласка из города Зодиаквей. Ответьте на пару вопросов. Что вы знаете о дерзкой краже радужной конфетки? Шалун. Она говорит, что только десять минут назад вылезла из кокона и ничего пока натворить не успела. Посмотрите. Вы не знаете, кто мог украсть радужную конфетку? Нет! Ещё один тупик. Что? Ты видела, как муравьи тащили её из пещерки? Скорей! Где, где, где же они? Странно. Тут никого нет. Конфетка моя, где же ты сейчас? Я по тебе скучаю! Радужная конфетка! Вот же она! Где? Где она? Погоди! Не с места! А ну, стоять! Ну что, попались конфетные воры? Конфетные воры? Вы все арестованы! Конфетка! Отдайте её мне! Моя бесценная конфеточка! Зачем вы украли его конфету? Минутку, мы ничего не крали. Пошёл дождь, вода зарела пещерку, конфетка промокла. Мы вытащили её на солнышко, чтобы она не испортилась. Такая красота не должна пропадать. Понятно. Произошло маленькое недоразумение. Спасибо вам, дорогие друзья! Да не за что! Объявляю дело радужной конфеты закрытым! Друзья, хотите, я с вами конфеткой поделюсь? Великий секрет Великого Супа Наконец-то я в зодиак, Вэй! На родине Великого Короля Лапши Облако! Прекрасно! Мастер Облака живёт в таком замечательном месте! Мерзкая обезьяна опять Сидор украл! На помощь! Ласка, скорее! У Трюфеля украли печёное яблоко! Ясно! Бегу! Что? Эпсилон опять решил улицу перекопать! Похоже на то! Какой симпатичный маленький городок! Мастера Облака здесь, наверное, все знают! Вот, думаю, мне помогут найти его ресторан! Доброе утро! Вы не подскажете, как пройти к знаменитому кафе Облако? Почему он не отвечает? Извините, вы не подскажете, где находится кафе Облако! Вы меня слышите? Ну да! Думаете, что меня можно игнорировать? Потому что я маленький! Ну вот, ещё один болван к нам приехал! Как мне найти мастера Облака, скажите? Слушай, парень! Это же каменный лев! Каменный? То есть, он из камня? Наверное, у тебя очень плохое зрение! А Облако ты узнаешь по большой круглой голове и животу, похожем на воздушный шар! А его кафешка находится вон там! Сначала надо очки надеть! Спасибо, господин обезьяна! Что? Обезьяна? Я лис, приятель! Это не та голова! Она небольшая и не круглая! Ты кто такой? Чего ты меня трогаешь? Я? Я ищу легенду любителей лапши Облако! Ах ты, Облако ищешь! Эй! Тут кое-кто ищет легенду любителей лапши Облако! Легенду любителей лапши Облако? А, вообще-то я тоже легенда! В высокоуважаемом мире любителей искусства кунг-фу! Ну, кто тут Облако ищет? Это я! Я пришел к мастеру Облако! Ты? Говори, чего тебе надо от Облако! Все знают, что он король лапши! Я хочу, чтобы он взял меня в ученики и передал мне все свои легендарные рецепты! А ты не хочешь попросить короля кунг-фу Грома научить тебя паре приемов кунг-фу? Поверь мне, дружище! Тебе это больше пригодится! Гром? Никогда о таком не слышал! А приемы кунг-фу меня не интересуют! Помни, крокодил! Облако, большая круглая голова и огромный живот! Похоже на воздушный шар! Круглая голова и живот, похожий на воздушный шар! Эй, стой, стой, стой! Это ты? Толстый живот? Круглая голова? Мастер Облако, я нашел тебя! Как долго я тебя искал! Как я счастлив! Мастер Облако, я привез тебе подарок! Я вез его из своего родного города! Надеюсь, тебе понравится! Вот, возьми! Это что еще за рыба? Это пиранья! Больно! Больно! Отцепись! Мастер Облако! Мастер Облако! Куда он делся? Кто ты? Смотри, куда идешь! Маленькие глазки, длинный нос, большой зубастый рот и огромный живот! Да, да! Я нашел тебя, Мастер Облако! Я проделал этот путь, чтобы стать твоим учеником и перенять твое мастерство! Какое счастье! Пожалуйста, не прогоняй меня! Он принял меня за Облако! Глупый броненосец! Не отличил крокодила от свиньи! Слушай, я не... Стоп! Он что, тоже пришел, чтобы узнать секреты Облако? То есть, получается, что мы соперники? Если я узнаю его тайны, я открою кафе по всему миру! Так, а теперь надо избавиться от этого глупого броненосца! Да, ты прав! Я Облако! Я знал! Я не мог ошибиться! Ты не похож на остальных! Ты как будто бы светишься! А еще ты потрясающе пахнешь супом! Мое восхищение, тобой подобно бесконечной реке! Как даже он заткнется! Ты моя путеводная звезда в ночном небе! Ты как... Рад слышать, но довольно! Перейдем к делу! Друг мой, почему ты хочешь перенять у меня опыт? В молодости я очень любил лапшу! Когда я учился на повара, мой учитель часто говорил о тебе. Он говорил, что твоя лапша незабываема, что такой лапши больше нигде нет. Я хочу готовить такую же лапшу! Ага, мне все понятно. А как же твой собственности? Зачем тебе подражать кому-то еще? Ну, как же... Вернись и подумай об этом. Мастер облака! Прошу вас, раскройте мне свои тайны! Эй, ты что делаешь? Пожалуйста, пожалуйста, мастер облака! Пусти! Что? Крокодила тоже зовут облаком? Крокодила? Тьфу ты! Обманщик! Ты прикинулся мастером облака! Бессовестный лжец! Как ты мог? Да ладно! Сам виноват, болван! Не смог отличить крокодила от свиньи! Ты сам сказал, что я облако! Это ты глупый! Я броненосец! Глупый ты крокодил! А ты противный обманщик! А ты глупый броненосец! Привет! Что случилось? Он надул меня, притворившись облаком! Он притворился мной! Ты облако? Да! Чем я могу вам помочь? Я хочу научиться искусству изготовления лапши! Хочу, чтобы моя лапша была такой же, как у облака! Вкусной! Понятно, приятель! А почему ты не хочешь делать свою лапшу? Зачем тебе подражать кому-то другому? Возвращайся-ка лучше назад! Что? Где-то я уже это слышал! Ну да! Я сказал тебе то же самое! Он хочет избавиться от нас! Но мы не уйдем! Бей его! Нет, нет, прекратите! Хотел нас надуть? Размечтался! Да, но я действительно облако! Докажи! Есть только один способ доказать это! Какой? Приготовь лапшу! Какой запах! Ваша лапша! Прошу вас! Ты передержал суп на огне, поэтому вкус уже не тот, каким должен быть по рецепту! Ты засыпал чили на две секунды раньше, поэтому другие специи уже не чувствуются! Да, ребята, тут вы правы! Попробуем лапшу! Да, ты на три капли перелил воды в тесто! И раскатал его без должной силы! Слишком много лука! Нужно добавить имперя! Значит, ты не облако! Что? Вы чего? Это облако! Да, да! А кто же еще? Вы уверены? Пошли посмотрим на него поближе! Эй, вы чего это делаете? Большая круглая голова! Огромный живот, как воздушный шар! Что? Неужели ты и вправду облако? Конечно, я облако! Мастер облака! Прости нас за наше замечание! Да ничего, вы же правы! Если честно, я думаю, что вы сами прекрасные повара! Ты нам льстишь! Мастер облака, скажи, почему же твоя лапша популярнее моей? Да, почему нам не удается приготовить такую же вкусную лапшу, как у тебя? Скажите, а почему вы так хотите готовить такую же лапшу, как у меня? Ну? Чтобы приготовить лапшу, нужно поверить в себя! Только когда вы вложите в нее всю душу, она запомнится тем, кого вы ей угощаете! Вот почему моя лапша так популярна! То есть надо готовить лапшу с душой? Да, это и есть мой самый страшный секрет! Теперь понятно! Спасибо! Спасибо тебе, мастер облака! Да не за что! Новая Академия Кунг-фу Облако! Где моя лапша? Да, сколько можно ждать? Скоро, скоро! Один я не управлюсь! Куда это гром запропастился? Чудесно! Великолепно! Вот это я понимаю! Мастер! Гром, где тебя носит? Помоги мне с лапшой! Лапша, лапша, лапша! Мастер Чен Занфенг открыл боевые монастыри! Изобрел боевой стиль Тай Чи Хуан! А я тут с лапшой вожусь! Знаю, я стану как мастер Чен! Я открою школу! Пора заняться своей карьерой Да, так я и поступлю Вперед! Ну вот, опять низкий сезон начался Давненько у меня прибыли не было Что же делать? Я займусь карьерой Я открою дело Я гром открою собственное дело Да, защитник может дать мне совет Защитник! Я хочу заняться карьерой Что? Карьерой? Я решил, что больше не хочу разносить лапшу А что же ты будешь делать? Я стану мастером Как великий мастер Чен Занфенг Я прославлюсь на весь свет Да и не дашь мне пару советов С чего мне начать? Кажется, я понимаю Дай-ка мне подумать Мастер Чен Занфенг? Конфу? Учитель? Гром, у меня есть идея Правда? Говори скорей Поступи так же, как мастер Чен Открой академию кунг-фу Как тебе идея? Открыть академию кунг-фу Потрясная мысль А потом я стану великим мастером грома Сейчас никто не путешествует Дай-ка я помогу Грому организовать школу Хоть какая-то прибыль будет О, Гром, я хочу быть твоим партнером Защитник! Защитник, ты отличный друг! О, защитник! А с чего обычно начинается открытие академии? Конечно, с названием Сейчас самое главное придумать имя для академии Нужно красивое, меткое и легко запоминающееся название Да, кажется, я знаю Мы назовем ее Мой Путь Нет-нет, мы назовем ее Путь ввысь Нет, Мой Путь звучит лучше Путь ввысь Мой Путь Назовем ее Защитник Нет, Гром, короткая метка Нет! Давай, посмотрим в книге Выберем первое попавшееся имя Идет, я принесу книжку Луковый суп? Что это за книжка такая? Быстрые рецепты? Значит, назовем ее Луковый суп Да, пусть будет Луковый суп Так, ладно, что дальше? Академия не может существовать без президента Нужно найти президента Зачем искать? Я им буду Я буду президентом Но ведь это я придумал открыть академию Президентом должен быть я Ты же не знаешь кунг-фу Как ты будешь преподавать? А зачем президенту преподавать? Я весь мир объехал Я знаю то, чего ты не знаешь Ты всего-то знаешь пару каких-то приемов Каких-то приемов? Я практикую только очень сложные приемы Хочешь убедиться? Так сразись со мной Еще чего Мне плевать Я заслужил место президента Это ведь была моя идея? Нет, это моя академия А я красивый конь А я смелый тигр А я все про всех знаю А я могу всех победить Я должен быть президентом Нет, я Нет, я Нет, я Нет, я Я все равно буду президентом Как ты посмел меня укусить? А чего ты меня разозлил? Я ведь президент? Вот этот прием называется дерущийся тигр Впечатляет Скучно Я раньше никогда не был президентом Я тоже им не был Давай скинемся в камень-ножницы Кто выиграет, тот и президент Прости, у меня нет пальцев Тогда бросим монетку Орел я президент Решка ты Я выиграю Решка, решка Орел, орел Решка, решка Орел, орел Что? Еще раз А зачем? Мы уже получили ответ Но ведь монетка встала на ребро Где же тут ответ? Это значит, что была ничья А ничья означает, что мы оба должны быть президентами Два президента? Ну да, два президента Луковый суп будет большой академии Один президент не справится Вообще-то разумно Защитник, поздравляю, ты президент Спасибо, Гром, и тебя так же О да, я президент Так, а что будем делать дальше? Как что? Начнем рекламную кампанию Двести пятьдесят постеров Думаю, достаточно Мало Ну к чему нам столько рекламы? Рекламы много не бывает Наши объявления должны быть везде Буквально везде Ты понимаешь? Куда бы ты ни пошел Ты найдешь наш постер Защитник Ты в порядке? Теперь ты понял Да, думаю, ты прав Не вопрос Предоставь это мне, коллега А вот последний постер Академия Луковый суп Приходите к нам скорее Записывайтесь в Галоп Тревел Интересно, а чему в этой академии учат? Смотрите Сегодня открывается академия Луковый суп Спешите записываться к нам в академию Первые три студента будут обучаться бесплатно Гром, народ потечет в нашу академию рекой Мечта моего учителя вот-вот исполнится У меня будет школа Защитник, уже темнеет А к нам почему-то до сих пор никто не пришел Так, все Нельзя же здесь без дела сидеть А что же делать? Пойдем и будем продавать Продавать? Да, продавать Кто-то идет Это наш шанс Привет Заходите в нашу академию За вход вам платить не нужно Да, присоединяйтесь к нам Но я же крестьянин Ну и что, мы обучаем всех подряд? Что? Помогите! Мафия! Мы не мафия Да что с ним такое? Привет, Трюфель Гром, давай конфетку Вот Леденец Трюфель Запишись в академию Луковый суп Тут весело и вкусно кормят Ушел Уже ушел Спасибо за конфетку Пока Не за что Пока Гром, еще один шанс Женщин легко убедить Пошли Привет, тетушка Не хотите ли записаться в академию луковый суп? Тетушка? Бабуль, у нас классная академия Что? Бабуля? Следующий раз думайте, что говорите Защитник Что же нам теперь делать? Скорее, скорее Скорее Куда это вы все в такую рань собрались? Что? Странник, ты не слышал? Если мы успеем записаться в академию грома То нам дадут бесплатный тур вокруг света Бежим! И бесплатные купоны в кафе Облако Что-то я в это не верю Луковый суп! Луковый суп! Луковый суп! Видал? Сработало Я сейчас заплачу Наконец-то исполнилась мечта моего учителя Теперь я сам буду преподавать кунг-фу За что мне такое счастье? Учителя, научите нас готовить Да, и тогда мы отправимся в кругосветное путешествие Готовить? Да, да Луковый суп! Луковый суп! Луковый суп! Луковый суп! Что? Гром, мы забыли сказать им, что луковый суп это академия кунг-фу Художники Джан Гадзин, Пэн Сянтон, Люй Туань и другие Композитор Лиле На русский язык фильм озвучен по заказу компании Central Partnership в 2011 году Гром, мы забыли сделать комп plain. ", мы приезжаем мнения, кто был выдву и пú Из-за проектовки, возможно, будет неправильного миру Мы проиграли dois рэна Мы проиграли Нам покажу Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok